Что привез с Амазонии? С Амазонии привез на самом деле много всего. Скажем, начнем вот с этой сумки. Это традиционный узор индейцев, которые регулярно употребляют айаваска. Айаваска это лиана, которая вызывает галлюцинации. Они употребляют ее с детства, то есть там специальный ритуал, шаманы, эту айаваску каждый готовит по-своему. Эти узоры символизируют то, что эти люди видят во время своих галлюциногенных трипов. Я приобрел ее путем обмена, не за деньги. Путем обмена в основном я стараюсь все менять, потому что индейцы вообще не знают, что такое деньги. И я не хотел бы их порвать. На что это меняли? На фонарь. Это очень ценная вещь, там в сельве фонарь. На батарейках? Соответственно, да, на батарейках. Ребята, вот это уникальная вещь. Ну, Андрей знает, что я гребец, как бы мастер спорта по гребле на каноэ, так же, как и мой отец, и мой брат. В связи с меня у нас мастера спорта, я не мог не привезти себе весло. Весло, оно на языке мацес Рэмо. И деревня Рэмо-Яку была такая мы проплывали. Ну так вот, это весло мне досталось от старейшины Малоки на реке Лобо-Яку, которую он использовал в течение очень длительного времени. Это весло изготовлено из специального дерева, которое очень крепко и не вбирает воду, и используется в течение нескольких лет. Самый любопытный факт, это, конечно, хозяин этого весла, Туми. После беседы с Андреем Матусовским, Андрей поделился со мной очень интересной информацией об этом человеке. В детстве его отца на охоте убили индейцы Марубо. И у мацес был такой ритуал эндоканнибализма. И Туми на похоронах своего отца пришлось съесть его голень. Но тут уж я никак не мог упустить случай взять весло у человека, который съел голень собственного отца. Поэтому оно у меня висит здесь на почетном месте. Рядом с вот этим человеком, ну это из Дорджиринга. Чуть посевернее в Перу, то есть это не Амазония уже, соответственно, в горах проживают другие племена индейцев, скажем, ну кетчу, а те же кетчу, которые занимаются животноводством и возделывают альпаку. Скажем, вот это настоящее пончо, даже пахнет этой альпакой, которую я приобрел и буду носить точно в холодную погоду. Вот еще один музыкальный инструмент, это амазонский инструмент. Они у меня в коротком варианте вообще, они метра по полтора, по полтора, по два. И они очень прикольно пересыпаются, когда имеют большой размер. Ну у меня большое количество карт всевозможно. Вот это я тоже привез из Амазонии, недалеко от Икитоса. Это мальчик племени Яномамо. То есть можно увидеть характерные для Яномама украшения. Это творчество уже современных художников. Какой племени они принадлежат, я не знаю, просто люблю абстракции. Но это тоже из Амазонии. Ну, а вот эта штука, вообще уникальная вещь, это такая амазонская береста. На этой амазонской бересте изображена вот та самая лиана, из которой делают Айаваска. Соответственно, здесь традиционные узоры племен Амазонии. Изображены рейки, колеса, которые означают переходы от деревни к деревне. Ну и, соответственно, в середине вот этот вот айавасочный срез, который индейцы используют в качестве галлюциногена.